Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня, как я вам и обещала, мы с вами подробнее поговорим про ассоциативный метод запоминания. Да не про сам метод мы поговорим, в принципе, в видео про методы я довольно подробно рассказала о том, в чем заключается данный метод. Мы с вами, благодаря методу ассоциации, сможем выучить 8 испанских слов. Прямо сейчас, буквально за пару минут, я научу вас 8 испанских слов. Вы напишите мне в комментариях, рабочие ли это методы, какие методы вы использовали для иностранных слов, для запоминания испанских слов. Итак, первое слово, слово «надо». «Надо» это «ничто», «ничего», «ничему» и так далее. В общем, это слово «ничего». И мне очень нравятся фразы, которые помогают запомнить «надо». Да, как мы по-русски говорим, да мне ничего не надо, ничего не надо. Поскольку мы «надо» говорим, да, используя наше русское слово, нам что-то надо или не надо, мы говорим «а» в конце, и это прекрасно совпадает со словом «надо». Испанское слово «надо», «надо», «ничто», «ничего», да, «ничего не надо». Вот, и так, и получается, что мы и по-русски слово «ничего» использовали, и, в общем-то, запомнили, что оно значит по-испански. Итак, да, первая запоминалка для слова «надо», «ничего», «не надо». Второе, классная ассоциация, которую я переняла от своей ученицы, она мне про него рассказала, и потом я рассказывала другим ученикам, и все-таки, да, точно, это супер легко запомнить. Это аналоги. Слово «часы» по-испански – это «релёх», «релёх», «релёх». И она сказала, о, «релёх» – это же очень похоже на «ролекс». Поэтому ассоциация для «релёх», самый известный «релёх», который многие хотят, это «ролексы». И поэтому вы можете понять, что «ролекс» и «релёх» чем-то похожи, и у вас будет такая ассоциация для запоминания слова «часы» на испанском языке. Следующая моя любимая ассоциация, она больше подойдёт для, наверное, всех моих ровесников, кому примерно 25 лет, это для запоминания слова «собрина». Собрина – это племянница, да, «собрино» – племянник, «собрина» – племянница. Так вот, вы все помните, надеюсь, мои ровесники, раньше по СТС был сериал «Собрина – маленькая ведьма», и Собрина, она жила с двумя тётями. Соответственно, она – Сабрина, да, у нас слово «собрина» в испанском, а она – Сабрина, и она живёт со своими тётями, она – племянница. И вот такая ассоциация. Сабрина – племянница, и «собрина» в испанском тоже племянница. Дальше ассоциация, с которой иногда бывает, смеюсь только я, но, тем не менее, по поводу слова «зима». «Зима» по-испански – это «имберно», «имберно», «имберно» – зима, «имберно». А, как вы знаете, «ад» – это «инферно», «инферно». И поскольку у меня есть много друзей, которые ненавидят зиму, которые предпочитают провести зиму в более тёплых краях, поэтому, если вы зиму не любите, это для вас будет рабочая ассоциация про то, что «имберно» похоже на «инферно», на «ад». «Зима» как «ад». Для многих, многие её не любят, ненавидят и ждут, когда же начнётся лето. И говоря про лето, «берано», «берано», «берано» в «берано» – лето, в конце есть слово «рано». Ну и всё там рано, рано светает. Да, вообще, это раннее такое время, классное. У меня прям с чем-то ранним так и ассоциируется лето, что хочется рано вставать, рано всё делать. «Берано», «берано» – оно прям звучит как что-то раннее. Глагол «репетир» – глагол «репетир» – это «повторять». Вот, да, «репетир» – это мы, когда мы что-то репетируем, мы должны повторять. Мы много раз повторяем, в этом репетиция и заключается. Поэтому «репетир» – да, «повторы», «репетиции». «Репетир» – это «повторять». Прямая ассоциация, в принципе, похожа с русским глаголом «репетировать». «Касадос» – это «женаты», «каса» – это «дом», в принципе, самое, наверное, популярное слово испанского языка, «каса». И «дос» – это «два», «un», «dos», «tres», «один», «два», «tri», «dos» – это «два». Итак, «касадос», «касадос» – это «касадос», «дом-два», «дом-два». Я на самом деле не знаю, хоть я и была на «доме-два», я обвела испанский язык там в одном из выпусков, если вы не видели, тоже сейчас предказка может появиться с этим видео. Так вот, «касадос» – это «как дом-два», где у них лозунг «построй свою любовь». И, в общем-то, многие, когда уже встречаются, когда построили свою любовь, стремятся к тому, чтобы заключить брак, стать женатыми. И поэтому «касадос» – это «как касадос», «как дом-два». Поэтому тоже прикольная ассоциация, мне нравится. И для запоминания «касадос» очень даже хорошо работает. Ну и финальное слово на сегодня – слово «армарио». «Армарио» – это «шкаф». Тоже ассоциация, которая мне в свое время помогла очень запомнить слово «армарио». «Армарио» – это «шкаф» для одежды. И «армарио» есть бренд «армарио». И так вот, когда ты открываешь «армарио», хотелось бы, чтобы там было что-то от «армарио», было бы очень приятно. Поэтому такая тоже ассоциация «армарио», «армарио». Ты открываешь шкаф, и там у тебя что-то от «армарио» в «армарио», «into армарио», в твоем шкафу. «Армарио». Поэтому, да, в принципе, это все. На сегодня мы с вами разобрали несколько слов испанских. Надеюсь, вы их запомнили. Напишите обязательно в комментариях, как вам этот метод, работают ли с вами эти ассоциации, какие у вас ассоциации есть для запоминания слов. Мне будет суперинтересно об этом всем узнать. Но мы с вами увидимся в следующем видео. «Нос vemos, chicos». «Чао, чао».